Да, вид сверху лучше! Привет, я Фернандо Бакар. Я продолжаю вас знаком с вашим городом. Знаете, когда я только что приехал, я заметил, что люди под ноги смотрят наверху, вообще есть на что посмотреть. Ну вот, я сегодня случайно забрался здесь на крышу рынка. Это старинное здание мне всегда было очень интересно. Особенно вот эти лепнины, баролев, богато все. А знаете, у вас такие здания в городе очень много. Я сегодня вас предлагаю пойти по городу и смотреть только наверх. Пошли, покажу. Вот смотрите, здесь на фасаде кого только нет. Каких-то чудовища не увидишь вообще. Мне это интересно. Кто это придумал? Откуда это? Я думаю, мне поможет только тут архитектор. Привет. Здравствуйте, Дмитрий. Вот скажите, это откуда это? Что это такое? Я как главный специалист по химерам и чудовищам морским. Могу сказать, что в начале 20 века этот стиль модерн, когда появился, он такой богатый бионическими формами разными растительными, животными. Особняк Сатова. Купец, он любил богатые вещи. Единственное, что он здесь не жил. А эти такие изображения, они что-то означают? Почему такие страшные чудовища? Особенно вот эта лягуша. Это вообще как-то… Это называется маскарон. Это такая деталь архитектурная. Она обычно в виде головы. Но скорее всего это можно связать с тем, что они являются как хранителями дома. Дом вот этот вот является репликой киевского дома архитектора Городецкого с химерами. Ну что, узнаете? Я никогда не думал, что Саратов как-то был связан с Египтом. Ну вот, смотрите, фараон. Откуда тут он? Вообще, купец Скворцов, он был очень такой, начитанный, узнал три языка. Может быть, он куда-то ездил в путешествие. Одна женщина утверждала, что вот это вот изображение сфинкса – это лицо его жены Скворцовой. Мне трудно верить, что это лицо женщины. Он, наверное, очень боялся ее. Ну, это только начало нашей экскурсии. У меня еще есть много интересных адресов. Но туда мы отправимся на следующую неделю вместе с Димой. Не пропустите! Пока!